Так, выбираем специалистов, тут у меня Ринос, гигантный, специалист по тяжелому вооружению, соплай специалист, у соперника элитка, квик соплай, скорость и воздух. Скорость, я держу, выбираю Риноса, у меня старт через танки и максимумов у него через танки и кроулер. Так, расставляемся примерно одинаково, по исключению того, что у него мартман на внешних, поближе к флангам, поближе к центру и за танками. Так, ну и докупаю арклайтов, чтобы разбирать эту мелочь. Продолжение следует... Смотрим, начало боя, здесь у меня два марка, здесь один. Там, где два марка, мы как раз пробили. Ну а тут я под дебафом. Вернуться не успел. Ладно, первый раунд не в мою пользу. Так, щиты, enhancement, missile. Берет enhancement. Видимо, будет втакать в кого-то, чьи апгрейды довольно дорогие. Плохих новостей у него прокачался уже мартман до второго урона. Так, я прикрылся минками, взял кроулеров. Сопяник сюда взял еще танки, чумарк. Плюс дополнительно взял чеки эндерве. Так, ну, в целом, с появившимися кроулерами получше, а вот с тем, что у него появилась вторая пачка танков... ...да явно не очень. Беру моспов. Маспорт накидаем ему на фланг, и тут у меня ринуса, которого я играю. Берет дополнительно москангов, вставленных за кроулерами. Они будут разбираться. С моральскими кроулерами плюс дополнительно такая некая защита... ...от заброса моспов не в спину. Но соперник моспов не взял, он взял усиление ракеты. Тоже неплохо. Тут берутся еще два мартмана второго уровня. Здесь еще он играет через мартманов. Здесь все отлично. И ринус 100 плюс воспы. Здесь тоже, в целом, неплохо. То есть... ...мустанги поработали по кроулерам. Кроулеры отвлекли на себя танков. Пока все остальные расстреливали врага. Так, тут у нас электромагнитный бласт. Ну, мы берем... ...топ-супплай. ... 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 посмотреть как он будет себя проявлять не как там его будут убивать мгновенно продам пост здесь у меня оба апгрейна соперника кстати тоже присудил плиту на танки у меня три момента сработал по остаткам и кроллеров это очень хорошо тоже мы станки расстреливать кроллеров и нас отвлекла себя пачку кроллеров снайпера снес мышку все хорошо то есть все примерно как в прошлом раунде плюс здесь быстрее за счет арты оба берем орбитальную бомбардировку мощная штука учитывая что у нас тут много всяких мелких винтов беру двух фениксов пока из воздуха противовоздух у меня только не прокачаны его станки до несколько марксманов ставлю флангом далеко беру еще арту бомбардировку с того же фланга где и открыл крепость поставлю на пачку на ларинусу мы все таки не вряд ли ему что я вышку смешу взял дальность марксмана не еще одного марксмана теперь паринусу работу за два марксмана крепости орбитальная бомбардировка работал лучше по мне чем по противнику да ладно тоже не смертельно хотя неприятно то есть у него появился появилась крепость это в минус 400 методом интенсивную тренировку прокачивает крепость прокачивает и прочие юниты я же беру мелту беру кроулеров кроулеров кидаем туда где у нас берет он плиту на крепость неплохо так вот зачем я искру это отвлечу сразу и снайперов и крепость арина спадает поближе так ставлю ну тинпоинт напротив крепости даю ему дальность даю скорость увеличения атаки он предусмотрительно закрывается тут щитами кроулер вставлю не вплотную но немножко подальше но тоже чтобы немножко прикрыть молту так здесь кроулера работает хорошо пока мы тут разбираемся с танками и сняли щит дополнительно и вот тут замечательно вышло давайте но здесь мы и раньше успирались довольно хорошо все время поставленная милта вовремя поставленные кроулера это нормально и всем этим Продолжение следует...